это программа игра в классике программа о людях которые играют в игры и об играх в которые играют людям говорим об актуальном вспоминаем классику меня зовут платон беседен добрый вечер 2017 году известные мыслители трейдер насим талеб заявил следующее самый большой риск это новые эпидемии сми недооценивают эту опасность и редко поднимают шумиху вокруг научных публикаций о том что резистентность бактерий к антибиотикам растет или о том что появляются новые штаммы вирусов позднее талеб сказал следующее пандемию коронавируса можно и нужно было остановить но делать этого не захотели так кто не захотел те кто всегда искали наилучший способ контролировать мир однако коронавирус не стал таким способом наоборот он внес некоторую смуту к вид 19 как отмечает финансист леонид крутаков погрузил мировую экономику в искусственную кому больного уложили в реанимацию чтобы избежать преждевременной смерти и последующего хаоса заметьте речь не идет об очередном политическом или экономическом кризисе речь идет о цивилизационном выборе коронавирус это биг фордов шнур которые подошли чтобы взорвать прежний мир но как возвести мир новый на руинах прежнего до экономического краха 2008 года мы все жили в проекте американской мечты однако после этого сша перестали быть мировым гегемоном прекрасно об этом пишет профессор колумбийского университета адам туз своей книги крах дело в том что часть стран иран бразилия китай россия отказались подчинять свои экономики единому пространству а чуть ранее феврале 2007 года владимир путин произнес свою знаменитую мюнхенскую речь это мир одного хозяина одного суверена и это в конечном итоге губительно не только для всех кто находится в рамках этой системы но и для самого суверена потому что разрушает его изнутри понадобился проект нового мира и вот 2014 году американские компании general electric и t&t сискоу ibm и intel создали консорциум промышленного интернет он занялся выработкой единых информационных стандартов для индустрии 4.0 будущей финансовой архитектуры и новой системы управления активами данный термин в массовое употребление термин индустрия 4.0 ввел основатель и президент всемирного экономического форума в давосе клаус шваб по сути индустрия 4.0 это синоним 4 промышленной революции что это за четвертая промышленная революция по сути она меняет весь мир меняет и экономику и взаимоотношения между людьми и само мироощущения миропонимания если угодно ведь 4 промышленная революция обещает нам комфортное будущее но синтетическими продуктами массовой роботизации с искусственным интеллектом и интернетом вещей по сути это будущее о котором нам рассказывали знаменитые мастера знаменитых антиутопик крепитесь заграница нам поможет полная тайна организации но в реальности они в обещаниях все выглядит совсем иначе синхронизация информационной и финансовой инфраструктуры создала матрицу которая управляется ли будет управляться одним системным администратором урал называл его большим братом а замятин благодетелями но написал об этом в книге мы о государстве которая запрещает убивать насмерть одного и не запрещает убивать наполовину миллион вот на уровне таких государств этот системный администратор будет управлять их экономиками извне а на уровне людей он будет управлять ими через гео локации распознавания лиц и банковские карты то есть управлять тотальный слишком темную сторону индустрии 40 или матрицы 40 приоткрыли нам джулиана санж и эдвард сноуду в частности они рассказали о торговых регламентах о военных преступлениях о тотальной слежке в том числе и за мировыми лидерами о прочих вещах которыми радует нас матрица действительно реализация глобальной мечты оказалась возможной только через тотальную диктатуру отказ от нее расценивается как предательство посмотрите ассанжа бросили в тюрьму а сноуден укрылся в россии но в определенный момент матрица рожденной индустрии 40 вышла из-под контроля и порой стала функционировать сама по себе ее главный атрибут это тотальная сегрегация никогда еще общество не было настолько разделено на богатых и бедных однако не думайте что бедный сегодня это такой себе оборванец который живет в коробке на милостуне нет бедных сегодня гораздо больше их большинство они выглядят иначе и бедными сделала тотальная мечта от тотальной цифровой экономики вот как об этой тотальной сегрегации пишет new york times очень любопытно по мере того как в жизни бедных появляется все больше гаджетов они то есть гаджеты исчезают из жизни богатых чем вы богаче тем больше тратите на то чтобы быть за кадром действительно смотрите для бедных существует сегодня онлайн медицина для их детей дистанционное образование богатые же консультируются у частных врачей их дети посещают частных педагогов и частные пансионы бедные сегодня покупают одежду онлайн они в лакшери магазинах в центре бедные заказывают еду службах доставки они имеют личного повара и не посещают дорогих ресторанов бедные покупают айфоны в кредит а богатый наоборот отказывается от гаджетов и наконец бедные сегодня живут в кондоминиумах из газоблоков а богатые уединяются на природе в частных особняках цифровая экономика это экономика для бедных эта экономика без человеком не случайно статья в нью-йорк таймс которая цитирую называется человеческий контакт как главная роскошь если вас обслуживают живые люди значит вы часть элиты однако не думайте что богатство делает человека свободнее наоборот чем ты больше зарабатываешь чем больше у тебя счетов кредиток денег тем больше ты превращаешься в раба действительно система устроена именно так ведь в матрице главный элемент контроля это деньги и парадоксально но самыми свободными людьми сегодня являются 800 миллионов голодающих жителей африки у них нет ни кредиток ни денег ни документов действительно свобода в матрице стоит слишком дорого лишь утратив все до конца мы обретаем свободу точно коронавирус высветил чудовищное социальное расслоение и поляризацию те у кого нет выхода продолжают работать рискуя жизнь вот те кто имеет запасы и возможности контролирует процесс с безопасного расстояния общество разделилась на касты на уровне есть мир нижний и мир верхний морлоки и лое как в классическом произведении герберта уэллса машина времени морлоки эволюционировали из пролетариев и живут под землей а и лое появились из буржуазии живут над землей только в нашем мире они в книжном лое питаются морлок или еще одна аналогия башня которая разделена на уровне и вот между этими уровнями движется платформа с едой это образ из низкобюджетного испанского кино платформа низкобюджетного но весьма остроумного и любопытного только в реальной жизни под платформой необходимо понимать некий лифт социальный лифт а под едой не только хлеб но и зрелище которые спускаются сверху конечно сегрегация осуществляется и по другим признакам тут я опять процитирую мыслителя талебом глобализация не привела к интеллектуальному разнообразию напротив общество кластеризируется возникает деление на наших и ваших то есть одни к примеру верят в науку и прогресс то есть становятся ультра современными а другие наоборот становятся радикальными консерваторы вот так вот делится общество делится она и соответствует с идеями трансгуманизма когда людей разделяют по иммунному признаку то есть в матрице в принципе можно любого неугодного человека занести в бан лист еще одна важная особенность нового мира или матрица 4 0 это победа альтернативной истории но такое тоже хорошо известно искусству литературе например я сразу вспоминаю книгу человек высоком замке филиппа дико тут по сюжету победили нацисты а россия проиграла в сорок первом и вот действительно наша реальность которой существуем все мы также постоянно модифицируются или переписывается ну либо через откровенную ложь либо через постправду а вот ценности уничтожаются стёбом или бесконечной шуткой два примера в россии на бессмертный полк отправили фото гиммлера и гитлера а на украине бабе яр где были расстреляны десятки тысяч евреев превращают в подобие диснейленда один только случай там посетитель сможет поиграть принять участие в квесте либо за нацистов палачей либо за жертв такой реальности человек постоянно нуждается в эмоциях в адреналине ведь все вокруг фейк и синтетика да не только вокруг и внутри тоже вот в антиутопии хаксли граждане получали вещество сому это вещество делала их счастливыми и снимала социальное напряжение даже была такая присказка сомы грамм и нету драм подключенных современные матрицы люди тоже постоянно получают свою сумму через медиа и социальные сети однако она не делает их счастливыми наоборот всякий раз рождает чувство тревоги вообще конечно современному обществу категорически катастрофически не хватает гормона счастья серотонина в мишеле уэльбек прекрасно показал это своей последней книге общество пишет он это устройство для уничтожения любви и с точки зрения любой администрации хороший гражданин это мертвый гражданин действительно когда я говорю обо всем этом я не говорю о будущем нет я говорю сугубо о настоящем казалось бы общие слова матрица индустрия 4.0 но если вы внимательно оглянетесь вокруг то вы увидите первых жертв этой матрицы конечно я говорю о школьниках которые полностью давно уже существуют виртуальной реальность а ведь за два месяца самоизоляции которые они провели рядом со взрослыми которые не уделяли им внимание эти школьники окончательно ушли в гаджеты кроме того на них опробовали дистанционное образование впрочем об этих детках из виртуальной клетки я поговорю уже в следующем выпуске это была программа игра в классике берегите себя и помните что жизнь только подражает литературе удачи вам любви и терпения